друзья всем большой привет это первое видео после долгого перерыва мне даже непривычно сейчас разговаривать на камеру отвыкло снимать видео в этом видео я отвечу на все вопросы которые вы задаете в комментариях здесь или в фейсбуке которые я получаю в личные сообщения так что это видео специально для тех кто потерял меня ну и те кто меня не терял кто со мной на связи кто в курсе вам особенный привет думаю что вам тоже будет интересно это не урок мы просто поболтаем поэтому наливайте чай кофе и давайте начинать это собственно моя главная новость для тех кто не знал полтора года назад у меня родился сын его зовут феликс и сейчас я мама в декрете феликс со мной практически 24 на 7 так что времени на контент меньше времени на работу меньше такие дела посмотрите уже первые цветы появились феликс смотри какие цветочки ухты ухты вот это да весна пришла ну а для тех кто знал кто был в курсе феликс уже вот такой большой он бегает во всю пытается разговаривать самый популярный вопрос который нам с мужем задают о феликсе это на каком языке он разговаривает дело в том что у нас многоязычная семья я русская как вы знаете а мой муж три линз у них семье говорят свободно на трех языках и поэтому многие интересуются на каком же языке или на каких языках будет говорить феликс но на этот вопрос я отвечу позже когда феликс заговорит вообще дети в полтора года еще не особо разговаривают просто говорят отдельные слова и вот рена задала вопрос что уже говорит феликс рена вам привет отвечу вам да феликс уже сказал слова мама также у него в арсенале есть несколько слов на английском языке я бы сказала что английский язык у него наиболее активный наверное потому что все наши книги почти все наши книги на английском языке и он очень любит читать так что мы проводим очень много времени за книгами а так отвечая на вопрос о том на каком языке а или на каких языках говорит феликс будет говорить феликс здесь нужно сказать о том какие языки он слышит и это русский язык от меня я говорю с ним на русском и английский язык от папы от моего мужа ну и венгерский язык от наших родственников здесь и в ситуациях когда мы в гостях на площадке на улице до венгерский язык из окружения сейчас венгерский язык понятно что самый слабый из трех потому что большую часть времени и феликс проводит в семье но я знаю что как только он пойдет в детский сад и начнет общаться со сверстниками язык среды возможно будет доминировать но если интересно я буду держать вас в курсе сейчас давайте я отвечу на вопрос будут ли новые видео на канале буду ли я вообще преподавать или все я уже ушла из профессии если честно надо сказать что у меня были такие мысли в декрете много разных мыслей приходит в голову я думала возможно мне стоит сменить профессию знаете пока не поздно пока есть шанс позаниматься чем-то другим дело в том что есть столько разных вещей которые меня интересуют помимо языков и преподавания кстати если бы я меняла профессию как вы думаете какая работа мне бы подошла напишите в комментариях мне очень интересно что вы думаете на этот счет но хочу вас успокоить что пока я никуда не ушла я преподаю более того я и не делала паузы в преподавании в это время то есть я никогда полностью не прекращала вести уроки конечно сейчас я работаю намного менее интенсивно чем раньше но тем не менее и в прошлом году у меня были курсы группы и сейчас я также набираю группы единственное что возможно вы об этом не слышите если вы только смотрите youtube если вы хотите поучиться со мной то вам стоит подписаться на меня в других социальных сетях а также записаться в мой имейл лист потому что именно те студенты кто у меня в имейл листе получают информацию о курсах первыми ну и часто на этом все и заканчивается я закрываю набор так что записывайтесь и вы будете в курсе всего что происходит у меня в профессиональном плане всем привет из другого дня уже сегодня первый день весны всех поздравляю и сейчас будет важное объявление я открыла уже открыла набор на свою большую программу рашен и мерчан корс а2 вообще что такое уровень а2 если кратко то это базовый уровень когда вы можете общаться на повседневные темы если уровень а1 это так сказать уровень выживания вы можете заказать кофе вы можете ответить на простые вопросы вы можете рассказать о себе и так далее то на уровне а2 вы можете уже немного общаться на повседневные темы которые вам знакомы и это еще один шаг к вашей свободе в общении на иностранном языке и у нас на программе а2 очень интересные темы мы будем говорить и о работе и о мобильных телефонах мы будем приглашать гостей будем обсуждать праздники в разных странах будем обсуждать онлайн шоппинг деньги карьеру даже поговорим что такое счастье в общем это действительно интересные темы и вы увидите что вы уже можете говорить об этом и все эти темы поданы вам как я люблю очень системно и вы шаг за шагом узнаете новые слова и узнаете новые грамматические конструкции которые вам нужны для этого уроки как обычно друг с другом связаны у нас есть уроки повторения в общем я очень горжусь этим курсом это будет сейчас третий поток уже записались студенты из моего вейт-листа как я сказала поэтому осталось совсем немного мест если вы хотите присоединиться то делайте это прямо сейчас я вас жду это большая программа она идет шесть месяцев но это не интенсивный курс вы можете это сочетать и с работой и другими занятиями по русскому языку вам нужно я думаю пару часов в неделю чтобы посмотреть видео сделать задание и мы встречаемся в зуме каждые две недели если вы выберете такой тариф вся информация есть в моих социальных сетях смотрите в фейсбуке в инстаграме я оставлю ссылки в описании и в первом комментарии если вы уже не начинающий студент если вы посмотрели мой рашен и мошен курс или учились где-то еще и хотите продолжить я жду вас а также возможно вы учите язык давно но немножко запутались где вы вам нужно что-то повторить освежить знания ну и вы хотите общаться на интересные темы то вас тоже приглашаю что еще продолжает работать мой патреон я поняла что я совсем мало рассказываю о патреоне о том что мы там делаем думаю что и сделаю отдельное видео об этом также уже готова следующее видео которое будет очень полезным для всех поэтому ставьте уведомления чтобы не пропустить и конечно я планирую вернуться к регулярному контенту надеюсь что мы с вами будем видеться чаще но также друзья не пропускайте короткие видео я стараюсь их делать максимально полезными и скоро кстати я планирую такой марафон или челлендж из коротких видео пока не буду говорить подробности следите скоро увидимся